Итак, ребята, всем привет! Ну что ж, мы отправляемся дальше в наше путешествие, впереди... Так, Виндхольм у нас что тут? Какое из заданий у нас в Виндхольме еще не сделано? Первая искра. Отправляйтесь в Виндхольм и найдите чернокаменных повстанцев. Так, воющие степи. Лихие люди. Угу, найдите и победите лихих воющих степях. Ну, давайте второстепенным заданием сейчас займемся. Тут у нас всегда успеется. Так, Гномиха у нас с боевым посохом. Я думаю, что теперь мы можем нашего наемника заменить. Хотя это нужно было бы делать заранее. Можно ли что-то с него на нее перекинуть? Кольцо можно передать. Шлем. Кольцо, шлем. Угу, у меня амулет такой же. 5-5. 99-102. Так у нее получше будет. Где шлем? Так, ну полный лад она не может носить. Она, да, винвальскую только всякую штуку может носить. Забирай этот шлем. Что еще я тебе дать могу? Это для тебя слишком не очень. А, я забыл это продать, конечно же. Зарекался, в прошлой серии зарекался. Ага, я могу выбрать за кого играть. Буду за людей на этот раз играть. Так, тебя мы скипаем. И добро пожаловать. Все, теперь у нас полностью все наемники убраны из стака. И нам уже будет явно как-то поинтереснее, я думаю. Путь, воющий степи, под еще теплым осенним солнцем и при легком ветерке оказывается на удивление приятным. Ваш сон становится лучше. И к границе вы подходите, испытывая прилив новых сил. Чистый воздух, бескрайние просторы. Пусть и степи не самое гостеприимное место, они завораживают своим спокойствием. Тем страннее вам кажется этот тошнотворный запах, разносимый ветром, когда на горизонте появляется деревня Алиани. Ну что ты там, 5% эти жалкие догрузить-то не можешь. Замечательно. Вот и оно. Воющие степи. Приветствую, как могильный склеп. Это только мне кажется, кстати, что здесь воняет, как в заду у покойника. Верно, запах странный. Ладно, пойдем осмотримся. Деревня должна быть не так далеко. Ох, это кто, это скрабей какой-то летающий. Ох ты, ты видели? Да, он улетел. Что это было? Понятия не имею. Какое-то мутирующее насекомое. Видели вон там туман? Должно быть, оттуда идет этот запах. Это должно быть, где этот степи приходит. Ммм, не нравится мне это, нужно найти деревню. Давайте найдем эту деревню. С другой стороны. Праведное дело осеняет в другом светом, восстанавливая вам и вашим союзникам здоровье. Каждым успешным ударом не исцеляет нежить. Так, вот так тогда. Блин, конечно, ее на отдельную панель тоже неудобно выносить. Хотя, знаете, блин, рикошет у нас еще тут вылез. Можно его туда хотя бы как-то перенести. Так, это же у тебя рикошет. Другое дело. Установить все? Эй! Что за блять? Ну и какого черта это получилось? Ух, сука, как меня это бесит. Поехали. Что у меня еще там отняли? Всю панель мне перелопатили, а? Очень неудобно, очень. Можно как-то вернуть в то всплывающее окошко, которое было. Сейчас попробуй вспомнить, что здесь было. По-моему, так было. Ты че к щитам? Альрик, есть. Так, ну и здесь вроде бы тоже все, что нужно. М-м-м? Тебя, видимо, дорогая, придется сюда. Это, конечно, очень неудобно, согласен. М-м-м-м. М-м-м. Так, немножко бутыльков. Что? Соберите героев вместе, чтобы продолжить, так они у меня и так вместе. О чем вы? Так, ага, здесь придется базу строить, судя по этим колышкам. Судя по этим колышкам, нас ожидает строительство. Так, еще один сундучок, их два здесь, очень удобно. Сейчас посмотрим, может, эти обновки подойдут кому-нибудь. Угу. Палится, она подойдет мне. Если цель голем. Но, такое, конечно. Так. Ну, это все, конечно, больше под меня было, но, как бы то ни было. Приветствуем, Мэн. Уходите. Здравствуйте. Че это, уходите? Мы прибыли по королевскому указу. Вы действительно хотите перечить короне? Угрозы, да? Как предсказуемо для чужаков. Мы должны перейти. Зовема. Зовема, что здесь происходит? Каяу. Каяу, привет, сын. Привет тебе и благослови... О, господи. Привет тебе и благословения предков. Мир решил снова порадовать нас визитом чужаков. Хм. Хм. Вы же не из бандитов, правда? Мы не бандиты, мы из волчьей стражи. Волчьи стражи? Ясно. Послушайте, если вам нужен приют или провиант, мы можем поставить вам палатку снаружи стен, но внутри... Но внутрь вас не пустят. И точка. А теперь уходите. Теперь уходите. Ничего не понимаю. Почему нам нельзя внутрь деревни? Поскольку наша вера требует от нас избегать контактов с чужаками, каковы бы они... Как... Каковы бы у них не были намерения. Хотя... Мы пришли, чтобы поговорить. Обещаю, никаких проблем от нас не будет. Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Пропусти их, Варем. Что? Но закон... Закон не решит наших проблем с бандитами и чумой, а чужаки могут. Пропусти их. Можете пополнить внутри свои запасы провизии. Когда закончите, найдите меня в восточной части. Упрямый мальчишка, говорят стражники. Ну что же, чужаки, можете проходить, но мы будем следить за вами. Но мы будем держать на тебя. Да. Что хочешь поговорить? Берегите себя в восточной части. Найдите и победите лихих воющих степях. Странно, что маркер где-то здесь стоит. Так, а здесь у нас... О! Он бегает. Такое ощущение, что мы здесь были. Как-то слишком похоже эта локация выглядит. Хотя, может, я ошибаюсь, конечно. Давайте знакомиться со всеми встречными и поперечными. Например, вот с этим парнем. Чужеземец. О, славный день, прошу. Задержись здесь, мы можем обменяться. Что ты предлагаешь? Знания. Ответы за ответы. Это же редчайшая возможность узнать больше о мире вокруг нас. Подходи и спрашивай, что хочешь. Какова твоя роль в племени? Ты охотник или земледелец? Я один из множества собирателей. Земледелие в степях невозможно. Так что, собирателям приходится искать корни и растения. Так и живем. Теперь твой черед. Каков он, твой дом? Грейфелл? Верно? Грейфелл, это было? Представь, если бы скала, на которой построена ваша деревня, была бы создана людьми. Представь еще десяток таких же, а между ними бесконечную паутину из домов и лавок. Вот такой вот Грейфелл. Это звучит невероятно. Я хотел бы увидеть его своими глазами. Его изображение, конечно. Я бы хотел бы увидеть его изображение. И снова твоя очередь. Это твой turn again. Угу. Что тебе известно о Боге Света? Ты спрашиваешь о Шае Гете? Прости меня, чужеземец, но на этот вопрос я не могу дать тебе ответ. Почему? Потому что я не здешний? Частично да, но вообще это тема, которую лично я стараюсь избегать. Поговори лучше о чем-нибудь другом. Хорошо. Почему ты интересуешься жизнью чужаков? Мне казалось, али они остерегаются окружающего мира. Верно. Наши законы запрещают многие виды взаимодействия с чужаками. Как верно и то, что многие мои соплеменники и сами не хотят с ними знаться. Однако я считаю иначе. Знание само по себе не опасно. Важно то, как мы с ним поступаем. Моё любопытство останется лишь любопытством. То, что нам следует чего-то избегать, не означает, что мы не должны пытаться это понять. Я, например, был бы рад понимать, почему наши законы таковы. Угу. Мне жаль, что не все али они похожи на тебя. Мне тоже чужеземец. Мне тоже. А теперь мой черед. Скажи, что в окружающем мире, на твой взгляд, самое плохое? Война. Война. Всегда где-то есть какой-то аристократ или полуумный, который захочет развязать войну. И всегда сильнее всего страдают простые люди. Это бесконечный цикл. Да, насилие. Значит, наши истории не лгут. Ну хорошо, продолжай. Снова твоя очередь. Но я у тебя все уже спросил. Странно, что ты мне не задал вопрос после Бога Света. Вроде бы. Я у тебя все. А, хорошо. Благодаря тебе. Ага, ну и все. Маркер общения с ним пропал. Понятно. Поделились информацией. О, торговец. Ох, как она врет. Эксис, даггерс. Эксис, топоры нету. Даггерс, кинжалов нету. Че она там еще сказала, король? Подождите. Она женским голосом говорила, А, тут мужик нарисован. Какого черта? Вы че наябываете меня? Мда. За шесть тыж. Вот, крутой лукец, конечно. Лук с зверолом. Но с деньгами у нас явно не ахти, поэтому. Такие покупки пока мне не по карману. А, ты говоришь? Пойдем. На это, двуручная палеца. Двуручная, сука, палеца. Сила 5, сила 4, ловкость 2. Ну, я, наверное, тоже придержу. Хотя, вот, из двуручного. Сила 5, сила 5. 162, 169. У этого заморозка есть. У этого тоже. Но вот это получше будет. Все-таки, так что давайте от этой штукенции тоже избавимся. Офигеть, на тысячу монет всего лишь. Вот это тоже продадим, потому что вот это получше будет. На, ну вот, от новосчета еще дублирующего можно избавиться. Зачем нам два одинаковых? Так, ну, вроде бы, и все. Немножко облегчили наши пожитки. Тут почему дыра? А, запачканное письмо у него просто. Аватара нет. Блин, ну, а так, вроде, девушка со стороны, ну, непонятно просто. Какая-то жесть происходит. Смирись, Тайкана. Она теперь с предками. Я понимаю, но она все еще где-то там. Она заслужила лучшей участи. Тут ничего не поделаешь. И ты сам это знаешь. У них кривые мечи, кривые. Как говорили в Скайриме. Ты в порядке? Ты же тот чужак, да? Прошу, иди своей дорогой. Постой, Тайкана, возможно, они нам могут помочь. Чужак, на вид ты способен постоять за себя. Способен, полагаю. С чем вам нужно помочь? На прошлой неделе Ихина, моя жена, отправилась за едой. Я ей сказал, чтобы она держалась подальше от лагеря бандитов, но она сказала, что ягоды сейчас остались только в тех краях. И бандиты ее убили. Ох, сочувствую. Я говорил ей, чтобы она не ходила туда. Милостивый Шаяк Дед, она заслужила лучшей участи, чем гнить. А почему вы ее не похоронили? Мы так и не нашли тела. В прошлый раз вождь запретил нам новые поиски и сказал, что это слишком опасно. А еще он сказал, что тебе пора смириться с утратой. А кто ты такая? Меня зовут Рейта, я сестра Ихины. Прошу, чужак, скажи моему брату, что он должен смириться. Как ты считаешь, пора прекратить поиски тела? Послушай, я, конечно, хотела бы, чтобы она нашлась, чтобы мы похоронили ее со всеми полагающимися обрядами, но это может стоить жизни всем, кто ее любил. Тут чума, там бандиты, слишком опасно. Так что, думаю, мы сделали все, что могли. Она теперь с предками. А, она еще и это, еще и чума у вас здесь, вообще огонь. Если тело так и не нашли, откуда ты знаешь, что ее убили бандиты? По всей ее стоянке были следы борьбы и пятна крови. В степях нет зверей, способных на подобное. Значит, вы нашли место, где она погибла, но тела там не было. Нет, не было. Возможно, бандиты заметали следы, или... Или... Ну вот, смотри, что ты натворил, чужак. Прости. Указы вождя на меня не распространяются, я мог бы поискать ее тело. Ты... ты готов на это? Ты? Чужак? Мне все равно нужно в долину, буду посматривать по сторонам. Благослови тебя, предки, ты даже не представляешь, как много для меня это значит. Начни поиски с ее стоянки, она неподалеку от лагеря бандитов. Когда мы на нее наткнулись, мы очень спешили, так что могли что-то пропустить. Хорошо, я посмотрю там. Ну да, тут недалеко, кстати. Так, вот и тебя искал, да. А, а я надеялся, что ты заглянешь ко мне. Правда? Разумеется, мы почти 40 лет не впускали чужаков в деревню. Все, что ты здесь... Все, что ты здесь сделаешь, станет частью нашей истории, поскольку... Честью хранить эти истории возложено на меня, я надеялся поговорить с тобой. Я хотел бы узнать побольше о вашем народе. Можешь поделиться какими-нибудь историями? А, тебя интересует наша история? Тогда позволь, я расскажу тебе о Каеве и Ветре. В древние дни ветры хозяйничали над землей, придавали форму горам, раздували волны в океанах. Все на свете склонялись перед ними. Наш народ с большим трудом жил в том хаосе, покуда однажды Каи не вызвала ветер на гонку. Она подняла небольшой камень и сказала, что тот, кто первым его коснется, станет победителем. Ветер, уверенный в собственном могуществе, согласился без малейшего промедления. Когда гонка началась, Каи закинула камень в озеро. Сколько бы ветер не дул с ужасающей силой, ему было не добраться до дна озера. Каи же нырнула и достала камень. Ветер, осознав, что его провели, завывал в ярости, но Каи и глазом не моргнула. Она велела ветру утихнуть, чтобы наш народ мог жить и процветать, но ветер коварен. Говорят, что когда дух Каи его не видит, он раздувает буря, что проносится по степям. Но рано или поздно дух Каи возвращается и напоминает ему, где его место. Он действует и вызывает струны, которые рожат на степях. Но дух Каи всегда возвращается, чтобы вспомнить ветер о своем месте. Это была интересная история. Спасибо, что поделился. Всегда к твоим услугам. Смотрите, чувак. В шлеме из головы медведя. Ты сказал, что в прошлый раз чужаков пускали в деревню 40 лет назад. Что тогда случилось? Да. Многие предпочли забыть, но я храню эту историю в себе. Но степи обрушилась яростная буря, неудержимые ветра и проливные дожди. Много ночей не давали детям заснуть. В одну из таких ночей у ворот появилось трое чужаков. Они сказали, что они торговцы, которых непогода застала врасплох. Один из них был тяжело болен. Майава сказал, что в них гнили, и начал закрывать ворота. Но его мать, вождь племени, остановила его. Что было дальше? Чужакам было позволено отдохнуть и восстановить силы в деревне. Многие, кто был недоволен, но все доверились решению вождя. Как только буря утихла, чужаки поправились. Мы отправили их своей дорогой. Больше мы их не видели. И это все. Вы выходили их и выставили их за ворота? Возможно, ты ошибочно видишь дружбу в нашей доброте. Пусть в нашей предводительнице не было любви к чужеземцам. Учение наше она уважала. Но именно она велела им никогда не возвращаться. Понятно. Спасибо за рассказ. Спасибо за историю. Конечно. Я сейчас должен идти. Как вы хотите. Слушайте на дождь. Да, слушай, буря. Говорит он нам. Так, давай еще с тобой побеседуем. Кстати, сундук, сундук, я вспомнил. Что у нас здесь? Вспомнил про сундук. Конечно. Свиток оздоровления, свиток устойчивости. Неплохо, неплохо. Хм, тут вон зеленый колышек стоит. Обозначающий чьи-то границы. Уходи, чужеземец. Твое присутствие не сулит добра. Слушайте, я не хочу никому доставлять неприятностей. Вот как. А чего же ты тогда хочешь? Каково это жить в степях? Почему ты спрашиваешь? Ну, чтобы понять, как я со своей огромной армией могу вас победить. Мне просто любопытно, даже если не обращать внимания на жуков, здесь не самое жизнерадостное место. Не скрою, так и есть. Уныние и тоска, невзгоды. Вот слова, которыми я описал об жизни в степях. Тогда почему вы все еще здесь, почему не ушли? Потому что здесь наш дом, здесь мы близки к нашим предкам, к самой сути того, кто мы такие. Если мы уйдем, то сколь легко бы не было наше выживание, сколь приятна местность, нам всегда будет чего-то не хватать. Мы всегда будем хотеть вернуться. Понимаю. Надеюсь, что так. Почему вы так сильно ненавидите чужаков? В вас нет ненависти, но... То, что ты принимаешь за ненависть, есть лишь наш способ говорить «нет». Нет, тебя сюда не пустят. Нет, мы не хотим иметь дело с вашими чужеродными обычаями. Но почему такая неприязнь? Мы ничего вам не сделали. Это если верить вам, но истина проста. Мы ничего чужеземцам не должны не принимать у себя, не одаривать вас своей дружбой. Что-то еще? Что-то еще? Я оставлю тебя alone, мэн. Один только может надеяться. Очень надеюсь, да, она говорит. Что ты нас больше не побеспокоишь. Не обещаю, может, я еще к тебе вернусь. Покумекать о том, о сем. Ты нашел меня, чужак. Первым делом, не принимай недоверие за вемы близко к сердцу. Просто мы, алиане, бываем весьма негибкие, когда дело касается традиций. Мы, алиане, могут быть довольно риджи, когда это касается наших традиций. Я это заметил. Я, к слову, генерал Эйроф. Если я все правильно понял, у вашей деревни какие-то проблемы, и вам бы не помешала помощь. Это так? Многие здесь поспорили бы с тобой, но мне кажется, что помощь нам нужна. Предложу... Предположу, что у вас была причина, чтобы прийти сюда. Да, верно? Верно. Нам нужно узнать побольше о Боге, которому вы поклоняетесь. А Шайлг где-то? О, предки, это так странно. Это странно. Почему? Это удивительное совпадение, но я думаю, разговоры мы отложим на потом. Ситуация такова. Деревня наша в беде, и чума, которую вы наверняка заметили на пути, лишь часть проблемы. Пару недель назад появилась банда разбойников. Они заняли почти всю долину, отрезав нас от охотничьих угодий. Тем временем запасы еды медленно, но верно заканчиваются. Наш вождь отправился на переговоры с бандитами в надежде, что сможет о чем-то договориться. Все старухи ему сказали, что это слишком опасно, но он не стал слушать, и уже два часа его как нету. И ты хочешь убедиться, что с ним все в порядке? Да, я могу ошибаться, но вы выглядите так, будто можете постоять за себя в бою. Когда ты говоришь «чума», ты подразумеваешь тот туман из жуков? И грибы, которые... в которых кроется корень проблемы. Но, как я сказал, я все объясню потом. Но у вас в деревне есть стража, почему бы стражникам не сходить за ним? Потому что вождь запретил нам всем покидать деревню, и стража не рискнет ослушаться его приказа. Кроме того, алиане, как бы это... мы не самые способные воители. Дело в нашей вере. Не время для объяснений, но время для объяснений наступит позже. Сейчас нам нужно идти. Пожалуйста, мы должны идти. Да, пожалуйста, нам нужно идти, он сказал. Как вообще бандитов занесло в такую глушь? Мы задаем себе тот же вопрос. С другой стороны, они не похожи на обычных грабителей. Они хорошо вооружены, и среди них представители всех рас. О, это странно. Да, действительно странно. Многонациональные бандиты. Ну хорошо, где ваш вождь должен был встретиться с бандитами? К западу от деревни. Пойдем, я покажу. Ты знаешь, дорогой, Райс? Ты там. Я в порядке. У тебя есть время. У меня-то есть оно. Попробуй держаться. А вот и ты. Да благословят тебя предки чужеземец. Взаимно. Что тебе нужно? Я слышал о вашем прибытии в степи. С вами же есть рабочие, да? Ну, мастеровые. Да. Это хорошо. Меня зовут Каву. Я местный зодчий. У меня есть к вам просьба. Наши запасы железа на исходе. Но столько всего творится, что некому заняться его добычей. А без железа тут все рухнет. И у вашего племени станет еще больше проблем. Именно так. Если ваши люди смогли бы выручить нас, то у меня для вас нашлось бы кое-что полезное. Кое-что полезное? Что конкретно ты мне предлагаешь? Моя дочь нашла кое-что на старом людском аванпосту чертежи, которые могут тебе пригодиться. Это хорошо. Почему ты доверяешь это мне? Я же все же чужеземец. Не спорю, но ты моя последняя надежда, и я уже устал сидеть сложа руки. В тебе куда меньше фатализма, чем в твоих соплеменниках. В чем причина? Ну что тут скажешь? Просто не вижу смысла ходить с угрюмым видом. Хотя, буду честен. Мне страшно. Очень страшно. Но лучше уже делом заниматься, чем трястись. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. Это все, о чем я прошу. Спасибо тебе. Да не за что, дружище. Но пока не благодаря ящике. Ахуй. Что за... Чувак, выходи, чужак, выходи из тумана, он ядовит. Что-то не забудьте расплатиться, Рира. Ого, ты мне... Ты же мне не дашь об этом забыть. Ты говорил, что жил в лесу, один-одинешенек. Как ты так навострился? Играл с белками, с птицами разными. Что ты несешь? Ты играл в карты с белками и птицами? Нет, конечно, шутка. О чем они, я не совсем понял. Да. Да, туман правда ебичий очень. Такой? Я тебя сижу. Ты получил. Еще грибы какие-то. Но с грибами мы еще пока не встречались, благо. Так. Давайте уберем лишние задания, которые нам мешают. Винхольм. Не нужен найти вождя деревни Шаяк Дед. Мы же в Шаяк Дед, и правильно. Узнай больше о странной чуме. Найдите и победите лихих воющих степях. Найдите лагерь Эхины. Доставьте железные слитки. Угу. 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 Тут ничего, ничего. Ах. Вот оно, как значится. Возраст там не только суставы гниют, а еще и мозгам достается. Я тебе сказал, старик, мы никуда не пойдем. Должен быть какой-то способ прийти к соглашению. Мой народ голодает и... Я с первого раза все расслышал. А теперь бери свою трость, дедуля, и ковылей обратно в деревню. Или тебе нужно помочь. Вы не можете. О, мы прямо на переговоры пришли. Ну надо же, оружие, значит, вы овечки все-таки... Ну надо же, оружие, значит, вы овечки все-таки на что-то способны. Осторожней, генерал, это одеяние праведного света. Берлицы, должно быть... И правда. Послушайте, мы не причним вам вреда, но уберите, пожалуйста, свое оружие. Правда? А вот солдатик на меня так посматривает, что мне что-то не верится. За решетку нас упрятать хотите? А вот хрен вам. Никуда мы не пойдем. Вы слишком опасны. Три тысячи золотых. Вы из праведного света? На вас их одежда? Острый глаз, да, были когда-то. А потом выяснилось, что божок-то, которому все поклоняются с гнильцой. Трагедия и все такое, конечно, но... Что попишешь? Теперь мы умнее. Что вам нужно от этих людей? От этих? Только чтобы они в чужие дела не лезли. Мы не можем не лезть в чужие дела. Вы не пускаете нас к нашим охотничьим угодням. Люди голодают. Мои люди страдают. Какая-то незадача. Мы солдаты короны. Вы нарываетесь. Ну, попробуем по-мирному. Вот так вот. Послушайте, мы не хотим лезть в драку. Просто оставьте этих людей в покое. Вот как, думаешь, помахал своим значком и можешь нас гонять, как тебе нравится? Парни, кое-кому нужен урок. Взять их. Ох, ну ничего ты. Да. Блядь. Давай, 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 давай. Так, порочный круг продолжается. Да. Интересно. Так, вручная катана. Немножко привели себя в порядок. Это ты привел их, сын? Постой, это твой сын? Да. Ну ладно. Каяю сказал, что ты можешь рассказать нам о своем божестве, о боге света. Вот как? Он не имел права на подобное. Я ничего вам не расскажу. О, предки, отец, выслушай хотя бы, они тебе жизнь спасли. Что, возможно, не требовалось бы, если бы вы не появились. Но хорошо, мы поговорим. Итак, вы пришли сюда, поскольку считаете, что мы знаем, как убить бога света. Вообще, нам пригодилась бы любая информация. Мы не знаем ничего, кроме того, что он, по всей видимости, пытается проникнуть в наш мир. Тогда вам лучше этим и ограничиться. Даже если вы получите ответы на свои вопросы, изменить вы ничего не сможете. Если Яко начался, Яко, я поторопился. Случайно скиднул часть диалога. Совсем случайно дернулась рука. Невоспитабельно, как эти шаги могут быть, есть определенный путь к ним. Все, что мы... Что у нас здесь? Ты их привел? Держи. Да, это ты их привел, сын. Да, да, да. Мы хотим узнать про белого бога и так далее. Вот мы ему рассказываем во всем, что случилось. Итак, вы пришли сюда, поскольку считаете, что мы знаем, как убить бога света. Вообще, нам пригодилась бы любая информация. Мы не знаем ничего, кроме того, что он, по всей видимости, пытается проникнуть в наш мир. Тогда вам лучше этим и ограничиться. Даже если вы получите ответы на свои вопросы, изменить вы ничего не сможете. Если Яко начался, его уже не остановить. Яко? Пророчество Алиани о конце света. Многовековой давности. Знание о том, что однажды Шаяк Дед пожрет нас всех. Это все, что моя вера позволяет вам рассказать. Один день Шейл Дед пожрет нас всех. Ну, попробуем. Я уважаю вашу веру, но как вас преубедить? Нам нужны ответы. Мне очень жаль. И почву, что умыто ядом и кровью, обуяет гниль. Древние свитки. Стих второй. Яко уже начался, и эта чума лишь одно из предзнаменований. Чтобы я не рассказал вам, судьба этого мира уже предрешена. Древние свитки 2. Джаку начался. И эта плага лишь одна из их многих омена. Так что, regardless of what I tell you, fate of this world is already sealed. Просто... Уходите, вернитесь домой, обнимите любимых и радуйтесь тому времени, которое еще осталось. Это лучшее, что вы можете сделать. Отец, послушай, мне кажется, ты не обо всем подумал. Ладно, пусть Яку неизбежен, но что будет с нашим народом? Если мы не найдем провизии, люди скоро начнут умирать, а те части долины, что пока не отравлены чумой, под контролем бандитов, если наши ответы на вопросы чужаков все равно ничего не изменят, то почему бы не позволить им помочь нам ради блага всего племени? Умением убеждать... Умением убеждать ты весь в мать. Ну что же, возможно, ты и прав. Чужак, хватит ли у тебя войск, чтобы совладать с беглыми бандитами? Их много. Хватит, если мы будем сражаться с умом. Как договоримся тогда? Мы разберемся с праведниками в обмен на информацию? И с бандитами, и с чумой. Вы уладите и получите отметы. Сын, что? Даже не знаю, Каярю. Моя дивизия в состоянии разобраться с праведным светом, но я не представляю, что делать с туманом. Можно уничтожить его источник. Грибы. Грибы? Да, они причина всего. Несколько недель назад появились. Там, где они прорастают, почва гниет и испускает этот туман. Мы думаем, это их споры. Жуки появились в то же время Возможно, между ними есть какой-то симбиоз Так вот, если бы кто-нибудь уничтожил грибы То, возможно, туман бы исчез Да, но мы не можем Да, но мы же знаем Несколько больших успехов добились в этом деле У Кеви и Зама Беглецы Это одно О, а чума совершенно другое дело Она часть Яку Ее не остановить Ох, старик уперся Совсем ничего не желает слушать Откуда такой фатализм? Возможно, твой сын прав Возможно, твой сын прав И чему можно победить Слова типичного чужака Ты не можешь смириться с тем, что в мире есть силы, недоступные твоему пониманию Не сочти задерзость, но я не думаю, что есть смысл пытаться разъяснить тебе наши обычаи Мы слишком разные Мы просто Два 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 Кто такие У Кеви и Зама? Два охотника Они пытались издалека расправиться с грибами, поскольку Из-за тумана подобраться близко было невозможно Все закончилось невесело Появились жуки И теперь в нашей деревне еще две вдовы в трауре И теперь в нашей деревне у нас два больше гривеных вдовы Когда ты говоришь о симбиозе, ты имеешь в виду, что жуки и грибы кормят друг друга? Мы думаем, да Да, у нас такая теория Это объяснило бы, почему они появились одновременно И почему жуки защищают грибы, словно собственные яйца Значит, ты уверен, что чума связана с вашим пророчеством? Яку Мудрые старухи так говорят Да, и без них ясно Второй стих свитков недвусмысленно говорит И почву, где умыто ядом, и кровью обуяет виниль И что ты думаешь, что Бог Света наслал эти грибы на вашу землю? Наслал? Нет, я думаю, что это признак очередного этапа событий Очень странное совпадение Это не совпадение Эти беглецы были религиозными фанатиками Возможно, они и принесли вам грибы Маловероятно, если они пытались здесь скрыться от правосудия То в чем смысл отравлять землю? Вынужден согласиться Туман, кажется, беспокоит их не меньше, чем нас Логично Хорошо, мы можем попытаться уничтожить грибы Но для этого нужно найти способ пройти сквозь туман Тогда найдите этот способ Если изгнать бандитов из долины, вдруг появятся новые варианты А вдруг нет? Я знаю, но что еще я могу вам предложить? Хорошо, тогда договорились, вождь Мы займемся бандитами и чумой А вы продолжите... А вы поделитесь с нами знаниями Похоже, мой сын уже принял решение за меня Ну что же, если вам нужно на практике убедиться в тщетности своих стараний Да будет так Поговорим об этих бандитах По донесениям наших разведчиков, у них четыре командира Главного из них зовут Седрик Остальные трое командуют каждый своим лагерем Наверняка, там вы их и найдете Сам Седрик постоянно перемещается от лагеря к лагерю Наверняка контролирует, чтобы все было в порядке Так что смотрите в оба И это все, что я могу вам рассказать Уверен, что они разберутся, если вы разобьете их главный лагерь Уверен, они разбегутся, если вы разобьете их главный лагерь Удачи, генерал Эйреф Похоже, что кровопролитие не избежает Но вы уж постарайтесь, насколько возможно Так, люди, каждое испытание требует своей тактики Нашествие жуков, бандиты, пророчества Не видать нам легкой жизни Да, что дальше, генерал? Сперва нужно привести аванпост в приличное состояние Уверен, бандиты вот-вот подойдут искать своего переговорщика Так, каждое испытание требует своей тактики Люди наиболее распространенные и развитые из всех рас Они могут делать ставку как на оборону, так и на агрессивные действия Стоимость, да, не сбалансирована А проблемы с ресурсами решаются путем обмена на рынках Войска обладают большим выбором улучшений Каждая из которых затрагивает какое-то одно свойство юнита К примеру, если ваш противник активно использует стрелков Вы можете улучшить дальнобойность арбалетчика Приобретя ценные преимущества Если враг бросает в бой конницу То вместо дальности вы можете увеличить урон Чтобы быстрее справляться с врагами Численность увеличивается путем постройки бараков для войск Угу Так, повозка Каво Это чего? Зачем она? Я бегаю с Херой Так, давайте дровосеков пока настроим Так, каменотесов мы сюда еще присобачим Охотничий домик лишним не будет Так, барак, казарма Что это? Так, сундук у нас тут нашелся Что это за звук был? О, гиберна какая-то Ничего себе Как к тебе попасть? О, а мы как-то мимо тебя прошли Интересно Так, пока вы идете сюда Я почитаю письмо Тьма на пороге Над племенами степей сгущаются тучи Наши вождения некогда сильные и непреклонные Как ветры матушки зимы Помыслами своими Скорее стремлятся к постижению Непостижимой мудрости Нежели благополучию своих соплеменников Целые дни они проводят В своих тайных собраниях И возвращаются после них все более отстраненными Словно мирские дела их более не беспокоят Поговаривают уже, что близок конец Всех племен степей Я уже не теряю веры в силу нашего народа А, я же не теряю веры в силу нашего народа Пусть эти строки станут предупреждением Будучи поколением Будущим поколением Вожди связались с чем-то, что Заронила семена тьмы в их сердцах Лишив их связи с сородичами И что важнее С самореальностью Глааки мудрый Вождь племени Альдари Был когда-то уважаемой главой зимней школы Теперь же По словам учеников Он не может И одного предложения закончить Не утратив нить повествования Его великий разум Более не с нами Племена степей выжили В наших суровых условиях Благодаря своей сплоченности И взаимовыручке Нам нужно забыть об этой Непостижимой мудрости Нам не пережить Не прожить в мире, где Наши вожди закрывают глаза На пропаже людей Кто-то говорит даже Что виной тому Сами вожди Что они втайне Приносят человеческие жертвы В это трудно поверить Но было бы глупостью Отмести такую Возможность сходу Не знаю Что ждет нас впереди Знаю лишь Что если мы Поддадимся влиянию скверны Мои слова Не прочтет никто Ибо читать будет некому Да защитят нас предки Да Да Мы вступили! Наш капитал вступил. Да? Это должно быть сделано. Наши предупреждения идут низко. Нужно больше еды. Командир. Какое у нее знакомое лицо. Нет. все все побросали. Куда этот бегает что-то от нас? Так, что планы? В реальности. Так много времени. Так много времени. Чоп-чоп, чувак. Давайте продолжим. Так... Так много времени. Так много времени. Только секунду. Так восстановим, разве что. Ну ладно, ничего страшного. О, так вот. Так вот? Что это? Ох, да? Так, крепили городской центр. Чё? Крабьи какашки, походу, опять собрали, а чё-то не обратил внимания, что там. Вот мы идем. Что ты нуждаешь? Ну ладно. Мастерпиес. Хм? Хорошо, дай мне секунду. Ты понял? Постепенно. Постепенно начинаем застраиваться. Так. Вас мы поставим сюда, потому что последний раз нас атаковали отсюда. Сделаем вам поддержку болельщиками. Так. Позволяет подготавливать продвинутые войска медиков и расчеты катапульт. Воителей часовых. А это значит, типа я это или это могу выбрать? То есть, типа, что-то одно. Интересно, ну ладно. О, на нас уже здесь напали. Поехали. 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 Ага, вон я вижу их границы уже. Я лучше здесь сохранюсь. Надо было раньше сохраниться перед чтением письма, так бы у нас остался этот живой. Разведчик. А то сейчас мы пока адаптируемся. Весь контроль над карты потеряем. Что это? Так много, что делать, и все. Пропавшей этой женщиной мы чуть позже заниматься будем. Давай, ты продолжай. Ну, не хочешь активироваться? Два раза повторять не буду. Всю жрачку давай сюда. О, предки. Ты хочешь знать, что я думаю? Ты мне лапшу на уши вешаешь, и мое терпение на исходе. Блядь. Что ты хочешь? О, нет, ты не можешь. Ага. Что ты хочешь? О, нет, ты не можешь. Ага. Странно, что еще таймер там был, конечно. Вы убили их? Да. Прошу прощения, в следующий раз я начну с жалобы в письменном виде. Да, верно. Мы должны вас благодарить, наверное. Но кто вы? Меня прислал ваш вождь Маява, чтобы разобраться с бандитами и чумой. Если будет на то воля предков, то да. Вот, возьми. Это немного, но хоть что-то. Прежде чем ты идешь, здесь, возьми это. Здесь, возьми это. Здесь, возьми это. Но это самое самое, которое я могу сделать. Я не знаю, что еще сказать. Это очевидно, что прольется кровь. Я лишь надеюсь, что не очень много. Я просто надеюсь, что не будет много. Ах, это должно работать. Куда-нибудь сюда. Барак нам еще бы не помешал, так сказать, на перспективу. Что еще? Кузница, железный рудник, летение. Академия. Так, все, всех приспособил. Все заняты. Но как... Так, здесь хоть что-то построили. Это уже неплохо. Дело в том, командир. Не надо больше лодки, командир. Не надо больше лодки, командир. Ищите, да? Так, домик дровосека-гомосека. Сюда делаем. Основные всякие добывающие предприятия мы все-таки больше пока вглубь сконцентрируем. Что? Конечно. О, так мы еще и здесь можно закрепиться. Здесь железо можно добывать. Понятно. Понятно. Я здесь. Наши предупреждения идут低. Нужно больше еды. Я, кстати, могу фермы строить. Рынок могу строить, летенье. А, да, могу ферму построить, когда они здесь все добудут. Так, на цитадель 20 железа, на 20 железа у нас нету. О, ничего, смотрите, тут видно, как они тренируются. Прикольно. Угу. Здесь, смотрите, тоже выбор. Увеличивает урон пехотинцев, или это, или это. Но у нас ресурсов совсем нихера нету, чтобы что-то подобное тут, короче, выстраивать. Так что у нас эти болтцы там пока в основном без дела будут болтаться. Да. Все. Ага, так там вообще, кстати, туман, глядите. Мы туда и не зайдем. Да, тут туман, битком. Вот оно что. Ты сказал что-то? Там туман, туман, туман. О, так тут вон, что пособирать еще можно. Насколько я знаю, типа юниты не могут копаться в сундуках. Мы должны собрать больше дерева, командир. Мы должны собрать больше дерева, командир. Да куда уж, Морвуд. Да. Ммм, неплохо. Ммм, получше, плюс концентрацию добавляет. Выглядит, правда, все равно ужасно. Так, ага, здесь тоже к нам не подобраться. Мы повсюду окутаны этой хуэрагой. Так, следующую точку вот эту можно захватить. Давай мы тебя здесь-ка оставим. Попробуем войсками немножко вперед пройти. Немножко повоюем. Покажем зубы свои, так сказать. Мы должны собрать зубы, командир. Медика можно сделать, но пока не надо. Так, ладно, раз уж вы пока мне не особо нужны, я вас займу другими делами. И сделаю одну ферму еще до кучи. Наверно. Медиктор. Поздравляем. Город, поехали shooting. Отверстий, давай иначе. Поздравляем, дорогие. Застрей с помощью. Фонтов. Поздравляем. Но встал будет. Не было. На. Поздравляем. Охотничий домик забацали. Да, я буду. Наши приспособления здесь не будут не заметены. Охотничий домик. Есть, есть. Да. Что ты хочешь? Нужно собрать больше дерева, командир. Мы встали! Внезапно. Мы чудом как-то отбились от этих гадов. Вот меньше всего отсюда я ждал атаки. Прям очень меньше всего. Очень странно. О, а вы все не успокоитесь. О, а вы все не успокоитесь. Мы встали! Да, 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 мучитесь, мучитесь там в муках, гады такие. Билдинг выполнен. А здесь почему строительство не идет ресурсов? А, еды не хватает вообще ни на что. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Стоит ли ждать отсюда опасности? Нет, не стоит. Но сюда... Героев надо отправить! Это мою мать. Ну, давайте, валите его. Правда, вы все ляжете сейчас, наверное. Да. Пиздарьки вам. Да. Пиздарьки вам. Это будет мастер-пиз. Необходим. Третий технологический уровень. Но я все равно еще одну вышку могу поставить сюда. Хотя бы с одним крестьянином. Тоже уже неплохо будет. Тем более, укрепленный аванпост будет еще помогать подстреливаться, а поэтому их достаточно близко так строю. О, вы уже здесь. Это очень неплохо. Вы быстро действуйте. Правда, я всех этих дурачков своих потерял. Кажется, вот стоянка, о которой говорил Тайкана. Никаких следов тела. А вот кострище. Кажется, что здесь... Кто-то был совсем недавно. Да. Угли еще даже не остыли. Возможно, еще вернется. Можно для начала разобраться с бандитами. Возможно, они нам все расскажут. О, что мы нашли? Это очень... Кстати. Так, ладно. Возвращайтесь сюда. Для возможной обороны. Во, красный сет очень неплохо. Тебе идет. Что вам нужно? Ага. Опа. Глядите, глядите. Бегут, бегут, бегут. Но не добежали. Поганцы. Наши предупреждения идут低. Нужно больше еды. Так. Все, пора делать литейню. Так. Казармас, кузница, железный рудник. Вот, да. Он-то нам и нужен. Ты сказал что-то? Глядите. Так, здесь тоже можно охотиться. Лишним не будет. Здесь у меня четыре оболтуса еще есть, да? Пока на охотничий домик сделаем ставку. Все-таки нужно по еде выправляться. О, так их отсюда аж видно. Ну, штурмовать мы их не будем, конечно. Мы не потянем пока. Сейчас пока нужно больше в развитие свое вкладываться. О, я готовлю. Я готовлю. Я готовлю. О, здесь бассейн с этой штукой есть. Неплохо, неплохо. Так, здесь что? Туман начинается, да? Я не помню, как она называется. Ну-ка. Ария, она называется. Точно, точно, точно. Будет быть. Будет быть. Я слушаю. Я здесь. Хорошо, работайте. Все, начинается у нас добыча железа уже. Худо-бедно начинается. Надо летение еще только сделать. А для того, чтобы ее сделать, нужно уже отказываться постепенно от какого-то вида добычи. Там, наверное, уже что-то построено. Так, давайте сюда. Хорошо. Здесь следующий у нас уровень и делаем летение. Офигеть, как народу много надо для нее. Так, все готовы к бою. Идем. Добавление выполнено. Мы можем их убрать. Мы были атакованы. Куда вы побежали-то? Неплохо, неплохо. А тут так... Не знаю, кто тут залупился на нас. Так, немножко подхиливаем. В целом у нас все хорошо. Упс. Нашу лучницу покарали. Так, вы что-то уже далеко куда-то воюете. Так, сколько нужно эту штуку? 15 очков, неужели накопил? Ну, лечи. Так, все-все-все, вы уже далеко пошли воевать. Побежали уже туда, там уже все. Вышки другие, и все из этого вытекающее. Так. Все мясо добыли. Хорошо. Домик убираем. Вас на ферму отправляем. Ну, при этом у меня здесь еще один остался. Значит, еще одну ферму сделаем. Мы сейчас отталкиваем! Блядь. Что ты нуждаешься? Ну что, вторая вышка не достреливает, что ли? Эта штука мастер-фенеса. Так много, что делать. Так много. Кстати, мы уже накопили на улучшение. Летение худо-бедно, но работает. Так, здесь я их поставил на улучшение. Вот у них створки появились. Я здесь. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Мне нужна помощь здесь. Они убили. Что с нашими джоросами? Что ты говоришь? Опять она там где-то на передовой с кем-то рубилась. Мне нужна помощь здесь. Да. Наши смитцы нужны больше огня. Наши смитцы нужны больше огня. 50 же нужно вам этого железа. Ай, это должно work. Ставьте пока туда все железо. Благо, по идее, у нас выправилось уже. Другое дело. Так, давайте соберитесь сюда. Да, мы будем атаковать! Папи! Давайте перейти! Папа! 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 Опа, глядите, что это тут началось Ну, получи По шляпе, говнюк О, они мертвецов Подтянули, у меня тоже есть Ну, что-то те быстро легли как-то О, вы тут не доломали? Ну-ка, вперед Там собери, еще пропустил Палится А, пламенный жезл Блядь, теперь сюда Ну, ладно, точку я вам отдам, так уж и быть Она мне позволяет хотя бы видеть, что происходит Наши смитцы нужны больше огня Что ты хочешь? Может ударить уже по одной из их главных баз Тогда они нам точно ничего уже сделать не смогут Она тут, благо, совсем рядом Войска у нас какое-никакое есть Так, конечно, прямо перед таким моментом сохраниться Ну, ладно Надо еще своих успевать подличивать по возможности Да, вы гоните Наши работники estão under attack Дальше Чтобы идти Чтобы идти Возьми Возьми Сейчас Снимай А эти там стоят, прохлаждаются. Почему бы и нет, конечно же. Настройте вот этих оболтусов. Побольше. Так, шесть этих у меня есть, да? Во-первых, ремонт оформите мне. Это раз. Надо в казарму вложиться здесь где-нибудь поближе. Так, здесь трое у меня свободных есть, да? Еды осталось не так много. Так что я вас на ферму посажу. Так, потом здесь четверо. Здесь полно, полно. На железо, наверное, надо кого-нибудь. Так, чтобы быстрее его обрабатывали. Так, и шестеро здесь осталось. Так, казарму тогда давайте мне. Рынок царь... А, цех Ария. Ну давайте, лишним не будет. Добывайте. А здесь нам нужен уже передовой пункт один. Так, давайте планируем. Мы можем их убить. Строительство выполнено. Мы уже почти их пороги обиваем. Так, надо, наверное, кого-то мне на кузницу сейчас будет забодяжить еще. Только что-то у меня тут особо свободных людей нету. Так же, как и для Академии. Ну, не знаю, как что-нибудь закончит добывать. О, здесь кто-то народился. Четыре аж этих завелось. У-у-у! Ё-пать, налево. Товарищик, это ползает. Скалится сверху там. Ох, как бы она сейчас не пошла тут обходить, чтобы со мной подраться. Сейчас не прерывай. бамс мне неплохо огрызаются вполне вполне у меня даже времени прокачаться я все хожу что-то делаю ничего они уже здание возвели охереть ничего реактивные эту мы сделаем нам казарму на другой лад на защиту так сказать над бараки строить уже еще одни прям на воде и башки чего он все мало так закрепите здесь что то много вам еще таскать не совсем понимаю конечно что что они там делают так здесь все-таки попытайтесь не кавалерию делать какую-никакую так новоприбывших давайте сюда там кто-то на спаунился у меня уже и опять уходит такая все ходит туда-сюда так она еще строится так все прибыло подкрепление есть мы пробуем атаковать их красава рубают может их с этой стороны хотя бы протащим так арбалетчики тут пока здание доламывают что тоже весьма неплохо в секторе отсутствует сырое мясо ну наконец-то значит вы займетесь ли тени развлекайтесь так давайте тут все доломайте чтобы они не могли реанимировать у них даже цех добычи этой херни есть нормально устроились гады такие так подкрепление вон у меня тут еще уже зреет максимум капа сети сейчас мы максимум капа сети исправим арсмит с ней мораль не знаю сколько там еще надо стройте сколько понадобится чапчан мать китого на дашь бежит 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 вы смотрите на него так 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 здесь уже дальше они решили воевать без меня а все перебои с железом мы им порешали снижение стоимости хорошее дело хорошие но несли по всему них не добывали эту штуку совсем совсем не добывали ее делом комплект ну по это чё это здесь такое так если хранить прежде чем он тут все разломать а стены Так, ну вроде они единственные, здесь угрозы были для нашего благополучия. Бам. Готово. О, и открывается это место. Запоздалое правосудие. Ого, но к северу были еще какие-то укрепления, надо убедиться, что там не осталось никого, кто может внезапно напасть на нас. Да, я тоже их видел. Пойдем взглянем на них. Давайте посмотрим. Ты не хочешь? Ох, ну да, навоевались мы. Всех побили. Никаких заданий мы случайно не провалили, преждевременно уничтожив этих гадов. Так, что-то я запутался. Вроде бы и ничего не провалили. Так, третий уровень, еще этой штуки чудесной взять нельзя. Так, что я тогда возьму? Постепенно передает выбранному союзнику часть вашей концентрации, не надо долго. Второй уровень счета возьму. Рикошет возьму. Так, это у тебя и так высокая. Давай вот всплеск повысим, хоть я, блин, не успеваем пользоваться совсем по-хорошему, если... ...вытягивание крови, пока действует, вытягивает из ракета. Такая же из врага жизненную силу, особенно эффективна против целей страдающих от кровотечения. Круто. Так, я там еще подбирал всякие штуки. Это интеллект и воля. Делай это хорошо. Держи новую игрушку. Для себя. Охотничья куртка. Просто дай мне слово. Ага, выносливость не подходит. А это потому, что ты слишком маленькая для нее. Ха-ха. Ты говорила? Что ты хочешь? Так, хорошо. Упорядочиваем все это говнище. Что ты хочешь? Берем наших оболтусов. Конечно. Я тебя пойду. Так, подожди. Сейчас сначала... Я у вас тут все залутаю. О, доспехи и какой-то двуручник. Который никто использовать у меня не может. О, выкованный льдом. Выносливость восемь. Угу, да. Ни у кого столько нету. Мы должны двигаться. Сила, ловкость. О, так у тебя совсем силы нету. Выкованные льдом. Даже те, кто только начинает свой путь к познанию, уверены в том, будто знают, кто такие Алиани и откуда они взялись. Призываю вас, друзья мои, пересмотреть свои представления. Вопреки общему мнению, культура Алиани не всегда основывалась на принципах мира и гармонии с окружающим миром. Жизнь некоторых наших предков так разительно отличается от того, к чему привыкли мы, что мы сегодня сочли бы ее весьма странной. Все началось с того, что древние племена решили, что мы, жители степей, будем сильнее, если станем держаться друг за друга. Племен основателей было четыре. Это Таяни, Альдари, Гронс и, разумеется, Алиани. Таяни были непревзойденными охотниками, которым мы обязаны охотничьими снаряжениями, используемым и по сей день. Альдари тянулись к знаниям и стремились познавать мир. А мы это, кстати, читали, да. Да, и да, 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 мы это читали уже. Боже, точно, я совсем забыл. Вот, да, выкованная льдом, она у нас уже есть. Сдаюсь, сдаюсь, мать вашу, проклятие! Мы не заодно с этими психами. Серьезно? Если что, вы находитесь в их крепости. Потому что они нас заставили. Послушай, я понимаю, как это звучит, но эти бандиты, праведный свет. Этот, этот, они с головой не дружат. Мы знать не знали, что они вписываются, когда контракт заключали. Вы наемники? Ага, из Вульфгара. Когда Тахар с отрядом начали свет по мягкому месту охаживать, они наняли нас и наших зверей, чтобы мы их защищали. Зверей? Ну да, мы же укротители. Любого зверя назови, и я могу его поймать, укротить и выдрессировать, сражаться. Вульфгарские грифоны, ларские скоробеи, эмпирийские соколы, все могу. Но мы довольно быстро сообразили, что не за тех воюем. Пытки, железные маски, колья, сколько бы нам ни платили, всему есть предел. Да вот только псих, который нашим отрядом командовал, Седрик этот, не хотел нас отпускать. Даже когда долбанная война закончилась, он грызил, что Накл нас посадит, если мы хоть пикнем о том, чтобы сделать ноги. И вот мы тут торчим, в этой богин забытой пустыне. И ты просишь, чтобы мы вас пощадили? Да, раз Седрик и остальные психи мертвы, мы можем наконец-таки с ними расплеваться. Прошу вас, я все понимаю, можно подумать, что я просто пытаюсь отмазаться, но это правда. Мы такого не хотели. Погоди, ты сказал, что вы дрессируете грифонов? Ну да, среди всех прочих у нас даже есть несколько. Генерал, возможно, они помогут нам уничтожить грибы. Туман им не страшен. Гриф? А, вы хотите покончить с этой чумой? Да, пожалуйста, мы вам с радостью поможем. А вы нас отпустите. Если вы и остатки света прибыли сюда, скрываясь от короны, то какие у вашего предводителя были виды на Алиане? Уморить их голодом? Он нам не предводитель. Но да, это он и задумал. Даже трогать деревню не пришлось бы. Проблема решилась бы сама, стоило лишь немного подождать. Знаете, они вообще странный народ. Было бы логично предположить, что они пытаются отбить долину силой. Но нет. Они сидят на месте и терпят голод. Ты хочешь сказать, что след силой вас удерживал целых два года? Да, именно это я и пытаюсь объяснить. Я понимаю, как это звучит, но главный, Седрик, вы его не знали. Помните, Кару громил праведного света? Седрик еще хуже был. Он грабил деревни, грабил караваны. Велел убивать всех, кто нас видел. Чтобы никто не смог донести короне о банде бывших членов света. А вы были с ними. Мы пытались смягчить удар, как могли, но мы тоже не всесильны. Насколько ты уверен в том, что грифоны справятся с грибами? Ну, порядком уверен. Их, конечно, придется защищать от жуков, но мысль правильная. Они летают слишком высоко. Так что туман для них не опасен. Угу. Что вы будете делать, если мы вас отпустим? Пойдете к кому-нибудь, в какую-нибудь военизированную, к какому-нибудь военизированному культу служить? Что? Нет, с меня хватит такой жизни. Я когда-то думал, что это будет великое приключение. Да только чушь все это. Кровь, войны, страдания. Мы... Мы не лучше любого головореза оказались. Вернусь в Ульфгар, расплачусь с парнями и пойду искать себе какого-нибудь богатого аристократа, который мечтает обзавестись коллекцией экзотических животных, если, конечно, вы нас отпустите. Отпустим, отпустим, не переживай. Хорошо, договорились, но не вздумай хитрить с нами. Можете на меня положиться. Спасибо за это, мы этого не забудем. Пойдем, я покажу зверей. Вот, смотрите, тише, тише, мальчик, это свои. Ну что, пойдем посмотрим, с чем имеем дело. Вы, полагаю, уже в курсе, но причина тумана не жуки, а те грибы. Везде, где вырастают, они пускают гниль. Значит, кто бы мог подумать, вам придется уничтожить все грибы на участке земли, чтобы избавиться от гнили и тумана. Жуки питаются спорами, поэтому будут защищать грибы, как собственные гнезда. Но просто уничтожить все грибы мало. Один из моих разведчиков уверяет, что все грядки связаны с королевой грибов на востоке. Пока эта мерзкая толстуха дует в нашу сторону, своими спорами грибы в зачищенных областях будут со временем вырастать заново. Другими словами, зачистите сектор, где растет королева, и постройте аванпосты, и отправьте рабочих, чтобы те ее на мелкие кусочки раздолбали. Тогда туман, жуки и грибы отправятся в ту же задницу, откуда вылезли. Но это будет не просто. Жуки будут защищать своих симбионтов. Вам придется позаботиться о том, чтобы они не добрались до летунов, в которых вы пошлете разбираться с грибами. Грифоны, праведный свет, грибной туман. Я ожидал иного от этого задания. Я согласен. Но ты должен быть встать, что ты легитимен. Но не следовало их прощать. Ты тем самым узаканиваешь их преступления. Да из чего ты взял, что этот тип в самом деле раскаялся? Также, как ты знаешь, что этот грибный гриб на минуточку? Эм, я вообще-то рядышком стою так, на минуточку. Я вижу. Я принял решение. Посмотрим, на что способны эти крылатые создания. Чем быстрее мы избавимся от грибов, тем быстрее получим ответы. Теперь мы можем получать ответы. Ты знаешь, как правило, Райс. Неплохо, неплохо. Даже грифоны у нас теперь есть. Повсюду зеленая шняга. Прямо напополам карту разделяет четенько-четенько. Так, еще хороший вопрос, насколько сильно нас жуки будут прессовать. Я не думаю, что они, конечно, прям могут атаковать, но... Не нужно исключать этого, конечно же. Опа. Интересное кино. Очень-очень интересно. К этим-то я могу и так подойти, кстати. Для этого мне не обязательно бороться с туманом. Пошли вон. О! А я почему не собрал здесь эту... А, сюда мне пока не попасть, да. Понятно. Окей. Сколько у меня здесь дерева, говорите, осталось? Не так уж и много, да? Дровосека одного забираю. Отсюда одного забираю. И назначаю их... Так. Ага, вот Академия. Улучшаем этих товарищей. И назначаем вас сюда. Что-то... Где у меня еще бездельники есть. Так, охотничий домик не нужен. Убираем его. Ну, тогда. Нажимай секунду. Академия, мы закончили исследованию новой технологии. Здесь еще у меня не добыто. Ага. Да? Что ты хочешь? Такой? Похоже, как план. Так, да, идите пока сюда. Будем сейчас закрывать дыры, которые у нас не доделаны. Так, здесь целых четыре у меня, да? Я вас, наверное, тогда под кузницу адаптирую. В противном случае. Хотя, не, я вас могу отправить камень добывать. Это будет мастер-пись. Что ты нуждаешься? Мы только на секунду. Я слушаю. Верно? Да. Почти, да. Почти правильно вы пришли. Нам вот здесь бы неплохо закрепиться. И всем нашим войскам. Да. Ты получаешь. Мы отсюда нашу... Победу будем грядущую начинать. Овенпост делаем. Овенпост был построен. Мы обеспечили наши борьбы. Ооооо. Что это? Мы обеспечили. Да. Мы обеспечили. Мы обеспечили. Заряды возвращать жизни героев, а как эти заряды можно снова накопить? Не делай это снова! Ну, это всё из-за невнимательности. Хорошо, да? Давайте попробуем это. Мы потеряли сектор, командир. Сделай это. Они что, херели что ли? Они же ничего строить не умеют. Ёбаный пиздос. Ох, храп. Мне нужна помощь здесь! Командир. У меня не стрелков. Да? Я готов. Казармы, казармы, где они у меня? Чоп-чоп-чоп, мэн. Давайте начнем работать. Это будет мастерпися. Хм? Что ты нуждаешь, да? Просто говори. Ага. Так, надо разобраться с этим блуждающим стаком. Он нам там вообще не к месту. Я хочу помощи здесь. Они убили одного из наших героев. Ебанулся. Нужно его взять. Блядь. Надо пересмотреть политику войны с этими уродами. Ты спишь лучше, чем ты в месяцах. И, как ты приезжаешь на сборке, ты чувствуешь почти революционный. Классный воздух, велосипедность, в последующей степени может быть, есть определенный путь в порядке. Все самые удивительные, в последние болезни, как вы сейчас на сборке. Пришли в Алиани виллечь. Да. Ну что ж, я на этом тогда предлагаю закончить. Потому что эти товарищи представляют нешуточную угрозу. И все-таки нужно как-то подготовиться к этому будет. Но сделаем это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи и пока. Продолжение следует...